Воспитание у подрастающего поколения патриотизма, готовность к защите своего отечества, родных и близких людей, были и остаются главными задачами военно-патриотической площадки дневного пребывания «Допризывник», которая действует на базе славянской автошколы ДСАФ. Подробности о работе площадки в нашем следующем репортаже. Когда, как не лето, можно подтянуть свои знания по военной подготовке, позаниматься военно-прикладными видами спорта, познакомиться с увлеченными единомышленниками и найти новых друзей. Отличная база ДСАФ, специально оборудованные классы, площадки, наглядные пособия помогают преподавателям успешно доносить до ребят важную информацию. Мы настоящих солдат за 7 дней не сможем сделать, конечно, но дать азы по строевой подготовке, по огневой подготовке, по уставам вооруженных сил, и дальним средствам защиты, и другим вопросам мы можем, по физической подготовке. То есть ребята уже, которые, кто знает, они совершенствуют свои знания, кто не знает, учатся, например, разборка автомата, снаряжение магазина, стрельба с пневматической винтовками, метание гранат и так далее. То есть те вещи, которые они потом пригодятся в армии. Старшеклассники на военно-патриотической площадке до призывник в течение недели, пока длится их смена. А всего их будет 4 за лето. Сдавали нормы ГТО, учились обращаться с оружием, наступательным и оборонительным, закаляли характер и воспитывали командный дух. Очень много теорий, очень много практики. Первый раз, но очень, на самом деле, интересно. Сначала думали идти, не идти, а вот сейчас уже все решено. В коем случае не жалею, очень интересно. Рассказывали ребятам и о пользе здорового образа жизни, необходимости держаться подальше от употребления алкоголя и наркотических средств. В принципе, я поддерживаю то, что нам приводят различных специалистов, которые рассказывают нам то, что надо держаться подальше от наркотических веществ, от алкоголя и курения. Я хотел стать моряком. Поскольку мне интересна вся эта тематика насчет моря и различных подводных лодок, крейсеров, линкоров, у нас в семье, в принципе, все были, каждый военный. Дед, отец и прадед служил, естественно. Служба в армии для ребят с площадки до призывник – это ожидаемое и желанное будущее. Так что все, что они освоят здесь, им очень пригодится. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко, программа «События».